Привет всем автолюбителям! На дворе весна, средедневная температура плюс 7, а значит наступает пора смены зимней одежды на летнюю. Поэтому хватит мерзнуть, клацать шипами, будем переодеваться. В этом видео обзоре мы поможем вам разобраться в вопросе, как подобрать летние шины. Не секрет, что шина неотъемлемая часть практически любого транспортного средства. Ее технические характеристики должны соответствовать параметрам средства передвижения или превосходить его. Сразу заметим, что универсальной и единой для производителей всех стран мира классификации транспортных средств, увы, нет. Поэтому применяются различные подходы, особенно для легковых автомобилей. В зависимости от их массы, габаритов, мощности, проходимости и других параметров. Европейская система применяет так называемую буквенную классификацию машин ABCDEFS, где каждая буква означает так называемый рейтинг положения автомобиля на рынке среди автомобилей того же класса. Шинные компании совместно с автопроизводителями создают автошины наиболее подходящие той или иной модели автомобиля. Так появляются на свет шины первичной комплектации, с которыми вы покупаете ваш автомобиль. Как правило, такие шины не отличаются от шин вторичного рынка или рынка замены. Иногда по просьбе автопроизводителя в их маркировку добавляют дополнительные символы принадлежности к той или иной марке автомобиля. В данной таблице вы можете увидеть эти маркировки, например, MO – это Mercedes. Классификация шин для легковых автомобилей включает в себя три основные категории. В категории шин Balance Performance относятся экономичные шины с хорошим сочетанием цена-качество. Они предназначены для широкого спектра легковых автомобилей среднего и малого класса. Ко второй категории относятся шины с применением современных технологических решений High Performance. Они разработаны специально для автомобилей представительского и бизнес-классов. Ну и, конечно же, венцом инженерной мысли являются шины сегмента UHP – Ultra High Performance, объединившие в себе наивысшие технологии для автомобилей класса люкс и спорткаров. Самый простой и надежный способ замены – установить ту же модель, которая была установлена на первичной комплектации. Ее параметры вы можете найти в техническом описании автомобиля или на специальной бирке, на стойке или лючке бензобака – производитель, модель, размер, индекс скорости и индекс нагрузки. Если производителей модель и даже размер можно изменить, индексы скорости и нагрузки должны соответствовать рекомендованным или меняться в большую сторону. Выбор модели, производителя мы оставляем для вас и продавца-консультанта, иначе нам придется снимать бразильский материал. Коротко обсудим размер, индекс скорости и нагрузки и подробнее разберем классификацию шин, предназначения и отличия. Размер шины – это четыре символа. Ширина профиля в миллиметрах, например, 185. Высота профиля в процентах отношения высоты к ширине, например, 65. Посадочный диаметр на диск в дюймах, например, 15. И конструкция R в 90 процентах радиальная. Соединив все символы, получаем 18565R15. Индексы скорости нагрузки выглядят как 88H, где 88 – числовой индекс нагрузки, максимальная несущая способность каждой шины в килограммах. Существует вот такая таблица перевода символов в допустимый несущий вес. Четыре шины в сумме должны выдержать нагрузку автомобиля в полной снаряженной массы. H – индекс скорости в километр в час – 210. Каждому индексу скорости соответствует максимальный скоростной режим. Индексов скорости не так много. Проще говоря, шина должна выдержать максимальную нагрузку на максимальной скорости. Поэтому будьте внимательны к этим показателям. От них зависит безопасность вас и ваших пассажиров. Итак, мы определились с классом автомобиля, с размером шины, индексом скорости, нагрузки. Теперь поговорим о категориях шин. Стандартные шины среднего класса Balance Performance. Категории шин, покрывающие самый массовый сегмент автопарка автомобилей классов ABCD. Посадочные диаметры от 13 до 16 дюймов, не так много 17 дюйма. Высота профиля от 70 до 50. Индексы характеристики этой категории шин – это долговечность, сцепление на мокром покрытии, пониженное аквапланирование, управляемость, комфорт. Именно в этой категории шин большое количество моделей экономящих топлива за счет сниженного коэффициента сопротивления качения. Производители шин в этой категории уделяют большое внимание составу резиновой смеси для улучшения сцепления, экономичности и износа стойкости. Рисунки протектора чаще асимметричные или симметричные, направленные чуть меньше. Протектор имеет глубокие каналы с применением технологии быстрого отвода воды для того, чтобы снизить риск аквапланирования и улучшить сцепление на обводненных участках. Как правило, шины этой категории малошумные и обладают очень хорошим комфортом благодаря применению различных технологий. Вторая категория шин HP – High Performance. Это высокотехнологичные шины для автомобилей классов D и E. Автомобили этой категории обладают большими размерами, массой и мощными двигателями. Большое внимание в этой категории шин производители уделяют управляемости, курсовой устойчивости, сцеплению, борьбе с аквапланированием, износу и комфорту. Здесь очень важно поддержание формы профиля и пятна контакта. Поэтому применяются самые последние разработки нити каркаса. Стальных слоев брейкер, под протекторных слоев, усилители боковин, дополнительные выступы для защиты диска, смеси из разряда нанотехнологий с отличным сцеплением на сухом и влажном покрытии. Рисунки, как правило, асимметричные или направленные. Но встречаются модели и с симметричным рисунком протектора. Шины категории High Performance имеют рисунки с большим количеством продольных и поперечных каналов с дополнительными технологиями борьбы с аквапланированием. Они обладают хорошим комфортом и малой шумностью. Индексы скорости HVW 210-240-270 км в час. Посадочные диаметры от 16 до 18 дюйма. Высота профиля от 55 до 45. Последняя категория шин UHP Ultra High Performance. Приставка Ultra говорит о самой высокой ступени технологичности и производительности. Предназначена для установки на автомобили класса F, Luxe и S, Sport и Super Sport. Шины этой категории должны передавать большие крутящие моменты от мощных двигателей тяжелых автомобилей для обеспечения эффективного сцепления с дорогой, иметь хорошую курсовую устойчивость, а главное быть максимально отзывчивыми на поворот руля. В шинах этого класса большое внимание уделяется внутренней конструкции, протектору и зоне посадки шины на диск. Как правило, в них используются дорогостоящие сверхпрочные материалы, такие как кевлар, аромит, нейлон, графит и другие. В результате этого повышается прочность и управляемость шины на высоких скоростях. Конечно, от этого немного снижается комфорт, но для скоростной езды это не первичный фактор. Асимметричные и направленные рисунки протектора из резиновых смесей самого сложного состава, устойчивые к нагреву и обладают хорошим сцеплением на сухом и мокром покрытии. Нередки случаи, когда на одном автомобиле устанавливаются шины с разными типами протектора, например, передние направленные, а задние асимметричные. По своему виду шины Ultra High Performance напоминают шины для спортивных гонок. Плоский квадратный профиль, широкие блоки в гладкой сликовой форме. Это закономерно, потому что большинство технологий для шин этой категории пришли из большого спорта. Каналы для отвода воды всегда широкие, способны прокачать до 40 литров воды в секунду, максимально снижая риск аквапланирования. Управляемость, устойчивость, сцепление, скорость и безопасность – главные характеристики этих шин. Индексы скорости V, W, Y, ZR свыше 300 км в час, посадочные диаметры от 17 до 22 дюйма, высота профиля от 45 до 25. Подытожив, скажу, что главным и основным критерием при подборе шин является не только тип автомобиля, размер шины и ее индексы, но и условия эксплуатации, а также манера вождения. Помните, шина – это компромисс технических факторов. К примеру, асимметричный и симметричный протектор более сбалансирован по сцеплению и износу. Направленный рисунок всегда быстрее очищается. Количество каналов и их глубина улучшают очищение от воды, но может повлиять на шумность. Высокая боковина обеспечит комфорт во время езды, а низкая управляемость при спортивной манере вождения, но также повлияет на комфорт. Подобрать подходящую именно вашим условиям эксплуатации модель вам помогут квалифицированные продавцы-консультанты нашего интернет-магазина. Вы также можете прочесть статьи о шинах на нашем сайте «Четыре точки», посмотреть видео. А мне остается пожелать вам удачи и безопасного вождения!